Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сегодня мы разбираем, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, у кого оно, как оно проявляется, что с этим делать, хотя бы принципиально. И как человек может узнать, что у него есть как раз это посттравматическое стрессовое расстройство? Когда человек обращается, обычный человек к психотерапевту, понятно, что он часто не знает, что это именно оно. Но наиболее частые проявления какие, когда мы тщательно исследуем? Это, во-первых, в анамнезе есть в истории, то есть есть связь с травмой. По травмам здесь подразумеваем событие, которое угрожало жизни и или здоровью, и или достоинству. Единичное или, может быть, повторяющиеся все эти войны, катастрофы, криминальные случаи, в том числе ДТП и даже жестокое обращение, это может быть источником. Потом проходит какое-то время, но не менее месяца, когда мы можем сказать о ПТСР, и у человека возникают следующие симптомы, наиболее часто. Это проявление симптомов вторжения, так называемых, или интрузии. Это когда то, от чего психика отчаянно стремится убежать, не допустить опять в поле внимания, прорывается сквозь вот этот контроль, то есть либо наяву человека захлёстывают вот эти события, как будто человек погружается туда вновь и вновь, переживает этот ужас, вот это вот отчаяние, беспомощность, всё, что там есть, хотя не хочет этого переживать. И часто в снах вот эти же кошмарные сновидения на ту же самую тему. Возникает целый пласт избегания, то есть человек хочет это забыть, держать под контролем здесь мысленно, он старается не посещать, например, те места, причём часто сам об этом не осознаёт или не отдаёт себе в этом отчёта, где было это событие, не смотреть фильмы, передачи на эту тему, как-то вот похожую музыку. И всё, что может напоминать, человек начинает вот так вот исключать из своего круга общения, из круга внимания. Дальше это расстройство когнитивной деятельности, то есть у человека часто выпадают из жизни те или иные интересы, это эмоциональное расстройство двух видов. Либо вот всё схлапывается, уплощается, что-то уже не радует, и плюс бывает, наоборот, взрывчатость, то есть человек всё время на взводе, он готов реагировать, иногда неадекватная ситуация, то есть бывают такие гневные реакции, когда человек выскакивает из машины, лупит кого-то битой, хотя просто впереди кто-то чуть ближе проехал, но уже кажется, что это как будто нападение, например. И трудности в том, чтобы сосредоточиться. Вот это вот самое-самое основное. И часто люди обращаются по поводу чего-то одного из этого, а когда мы начинаем исследовать, мы находим и травму, и всё остальное. И вообще по статистике, в зависимости от региона, примерно каждый 20-й человек так или иначе страдает от ПТСР, потому что к тому моменту, как мы становимся взрослыми, любой из нас на 90% встречался хотя бы с одной ситуацией, которая была потенциально угрожающей. И вот если человек узнал в себе ситуацию, когда у него было травматическое расстройство, и он хочет обратиться на приём, вот чем вот этот метод будет отличаться от других методов психотерапии? Ну, вообще психотерапевты по-разному подходят к ПТСР, и как работают, если мы берём для лечения ПТСР такой метод, как когнитивно-поведенческий подход, когнитивно-поведенческая терапия, сейчас золотой стандарт вообще в мире психотерапии, то мы подразумеваем, что будет какой-то процесс, который позволит, ну, терапевтический процесс, который позволит, во-первых, человеку составить и договориться с психотерапевтом план лечения. Должны быть разумные ожидания. Это не будет так, что и всё, и в момент прошло. Нет, конечно, придётся проделать определённую внутреннюю работу. Главная задача которой – это, в конце концов, пересмотреть прошлый опыт, осознать его, ввести вот в это в поле всего остального опыта, потому что при БТСР ключевое, что происходит с психикой, был ужасный опыт на тот момент, когда на этого не хватало ресурсов, чтобы его как-то осмыслить. И психика, с одной стороны, этот опыт пытается постоянно куда-то отпихнуть в уголок, как-то вот не сталкиваться с ним, но он всё время прорывается сквозь все защиты и захватывает человека врасплох. На это уходит много энергии. И вот задача любой терапии – вновь этот опыт упорядочить, как-то его пересмотреть, поставить вот на свою полочку, это не значит, что этот опыт станет приятным. Вовсе нет, он не должен быть приятным. Но, по крайней мере, человек прекратит его переживать. Он станет просто опытом, как воспоминанием. Это ключевая цель. На это требуется, ну, как минимум, несколько встреч. Да, если мы говорим про КПТ, начиная от того, как мы знакомимся с клиентом, ставим реальные цели, потому что, когда говорят, я хочу про это забыть. Нет, забывать, наверное, неуместно, но воспринимать по-другому – это другая цель. И заканчивая тем, что, когда мы все-таки помогаем человеку заново перепрожить этот опыт, мы уже в более ресурсном состоянии, хотя бы перепрожить воображение, чтобы этот опыт потерял свое такое доминирующее значение. Ну, несколько встреч. Это, как правило, если мы рассчитываем на встречу раз в неделю, раз в 10 дней, ну, это несколько месяцев работы в среднем. При условии, что человек выполняет домашние задания, конечно же. Вот так. А если человек считает, что у него очень сильно болезненный опыт, и действительно ему трудно даже вспомнить об этом, вот что поможет человеку обратиться на прием, да, потому что он знает, что он будет пересматривать какой-то опыт или о нем говорить. Вот что поможет ему справиться с этой болезненностью, прежде чем обратиться? Я думаю, что, прежде всего, понимание того, что на то, чтобы убежать от этой болезненности, человек и так уже тратит много сил. Чем больше тратит на то, чтобы убежать, тем больше этот опыт все равно проникает в самые неподходящие моменты. То есть, понимая, что убегание – это не решение проблемы. Проблема, как минимум, консервируется, а то и становится больше. Потому что одна из сопутствующих проблем при ПТСР, человек пытается использовать анестезию в нашей стране, да, алкоголь, наркотики, какие-то экстремальные виды спорта или работоголизм, или уход в какие-то отношения, в какую-то деятельность, чтобы забыться. И очень часто при химических аддикциях через какое-то время, какой-то ПТСР, уже аддикция на первом месте, уже она представляет такую проблему, что ее надо решать. То есть, понимание того, что не убежать, что, да, ты можешь никогда с этим ничего не делать, но тогда, скорее всего, этот опыт так и останется тяжелым грузом, который вечно за собой тащишь. Чем быстрее бежишь, тем тяжелее его тащить. Вот так. Ну вот многие такие пациенты еще часто просят, например, антидепрессанты, какие-то препараты психотропные, чтобы вновь не соприкасаться с этой травмой. Вот расскажи, пожалуйста, какие, что следует, вот если человек вот эту травму будет все-таки прикрывать с какими-то психотропными препаратами, что будет каким следствием? Или если он все-таки решится проработать? Принципиальный вопрос, использовать препараты или нет, конечно же, решается на месте в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести симптоматики и от того, какие наличные ресурсы есть у человека. Понятно, что если это беженец, который еле-еле говорит на языке этой страны, и он вот попал случайно здесь к доктору, то может быть назначить препарат, чтобы хотя бы смягчить симптоматику, это лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Но если мы имеем в виду нормальных, более-менее адаптированных взрослых людей, то о чем важно помнить? Препарат, любой антидепрессант, препарат, который снижает тревожность и так далее, он всего лишь смягчает эмоциональную реакцию, но когнитивная составляющая, вот этот опыт, который был препаратом, мы не изменим, не удалим его как-то, мы не переработаем, в любом случае нужна нам мысленная обработка этого опыта. Поэтому здесь без психотерапии, я бы сказал, психотерапия, которая добавляет ресурс такой силы, что мы можем этот опыт пересмотреть и отвести ему на длежащее место. Без психотерапии сложно. Препарат всего лишь, ну, будет обезболивать, но не более того. В чем еще будет заключаться метод? Вот если человек выбирает, приходит на прием, что ему следует ожидать? Ну, во-первых, ему следует ожидать, что работа не будет слишком быстрой, потому что нормальная психотерапия подразумевает, что мы идем вот ровно настолько, насколько можем продвинуться. Если человек готов сделать вот это небольшое усилие сейчас, естественно, мы не будем его погружать весь этот ужас, ужас, пока человек к этому не готов. То есть, нужно договориться, нужно собрать ресурсы. Иногда только на это уходит несколько сессий, чтобы смотивировать себя, приготовиться, собрать по каплям вот всю ту внутреннюю силу, которая есть. И потом, опять же, начинать воспроизводить этот опыт, но уже с ресурсами, так, чтобы его заново пересмотреть, вот такими шажками той величины, которую человек может сейчас допустить. Не более того, да, это будет неприятно. Экспозиция, один из основных приемов когнитивно-поведенческой терапии, подразумевает, что мы вновь как-то это посмотрим, но вот такими порциями, которые можно переварить. И обычно после первой экспозиции интенсивность переживаний уходит, ну, скажем, на сколько-то процентов, 10-20, может быть, 40-50. Вторая экспозиция, третья. То есть, это возможно сделать, приходится сделать несколько раз, для того, чтобы в какой-то момент это все достаточно улеглось. и стало просто опытом, а не текущим переживанием. Иногда на это уходит несколько встреч. А вот ресурс, это что для человека, вот понимать, откуда он будет браться? Ресурс, ну, прежде всего, это когнитивная, мысленная составляющая. Это понимание того, что я все-таки выжил, что, возможно, когда я смотрю на эту ситуацию более трезво, не эмоционально, не находясь в этом ужасе, вот так отстранясь от нее, я вижу, что я сделал, сделала почти все возможное, что можно было бы сделать, или все возможное, поэтому не за что себя винить, что это были обстоятельства такой силы, что никто не мог сделать здесь что-то еще в тот момент, что действительно, может быть, и у меня не было знаний, навыков, ресурсов, что я не такой плохой, как теперь себе кажусь, что не надо утяжелять эту травму, вот, то есть такое реальное понимание того, что было, кто за что отвечал, кто что сделал, кто чего не сделал. Плюс, это эмоциональные ресурсы, которые у нас все-таки рассеяны в течение всей нашей личной истории, мы их можем собрать, чтобы все-таки найти в себе силы, вновь туда взглянуть на этот ужас, и так, чтобы он, как это сказать, вот если чайник закипает, там огромное давление, если что, он срывает крышку так, чтобы мы могли крышку снять, чтобы вот это давление вышло, чтобы все испарилось такими, ну, приемлемыми порциями, чтобы не было вот этого огромного давления, что мы знаем, что стенка крепкая, что даже если горит огонь, ну, все улетучится, есть куда уходить этому напряжению, ну, вот так. А вот что будет являться результатом проработки, вот как человек узнает, что все, он проработал, он свободен от травматического расстройства? Ну, прежде всего, когда проходит симптоматика, причем, может быть так, что она не пройдет целиком и полностью, что человеку будет неприятно, вспоминать, но уже не будет такого, что человек, скажем, едет за рулем, и вдруг раз на него все это нахлынуло, как будто он вновь там в этом замедлили трясение или в окопе, или там, когда на него напал преступник и машет тут ножом у шеи, что не будет симптомов вторжения, не будет этих кошмаров, но может быть, человек будет вспоминать об этом, какое-то напряжение небольшое будет, дискомфорт будет, ну, и в принципе, здесь надо разделять, что есть реальность, что есть реальные опасности, и не надо быть полностью расслабленными, чувствовать себя в нервании, когда возможно реальное событие, реальная опасность, нет, мы должны быть немножко настороже, то есть проходит симптоматика, проходит самое главное избегание, что человек вновь может ходить в те места, куда он раньше себя отказывал, может смотреть какие-то фильмы, он может что-то обсуждать, потому что раньше это было все недоступно, потому что психика, она же не хочет ни малейшего намека на то, что может вновь в эту ситуацию вернуть, вот так. И еще такой вопрос, если это, например, было изнасилование, и человеку стыдно, вот как помочь им справиться с чувством стыда, или осуждения, или самостоятельного осуждения, прежде чем также решиться на психотерапию, на проработку этого расстройства? Да, сложный вопрос, особенно для нашей культуры, потому что у нас же принято, как типа сама виновата, сама виновата. Но здесь, я не знаю, насколько мои слова могут дойти, но я напоминаю о том, что в ситуации, когда есть насилие, какова бы ни была предшествующая ситуация, короткая юбка, знакомство, у нас есть фундаментальные человеческие права, что если человек сказал нет, и потом что-то произошло, виноват не тот, кто сказал нет, виноват тот, кто это нет не услышал. Не надо тянуть на себя лишнюю вину. Я думаю, что нам в нашем обществе предстоит большая, долгая, трудная работа для того, чтобы изменить вот это восприятие жертв, изнасилования, жертв каких-то криминальных нападений, как наполовину ответственных за это. Нет ответственности на том, кто творит зло. Могут ли они рассчитывать на полную конфиденциальность, на понимание? Естественно, если специалист адекватный, то и понимание того, и конфиденциальность, и приемлемый план лечения, не так, что ты должна это все быстро прожить, и все вспомнить, и вывалить все детали, а идти настолько, насколько может клиент, может на данный момент. не так, как это терапевту хочется. Я считаю, что это базовое условие психотерапии, любой конфиденциальности и понимания, чтобы не нанести повторную травму, типа, что пришла, что ты хотела, ты же сама там поперлась в эту компанию. Вот это признак, очень серьезный признак того, что человек не понимает, чем он занимается. И в целом курс получается около нескольких месяцев? Ну, по-хорошему, если нет каких-то сопутствующих патологий, как я уже говорил, когда есть аддикция и другие расстройства, то это в среднем несколько месяцев надо рассчитывать, что это реальность. Не за один раз. Иногда на то, чтобы о чем-то договориться, уходит несколько сессий, что мы будем делать, кто за что отвечает. Вот так. Также этот метод включает в себя домашние задания. Конечно, конечно. Домашние задания, ну, хотя бы самое простое из них. Самонаблюдение, что со мной происходит, какие мысли у меня тут крутятся, а не происходит ли так, что своими мыслями я только отягощаюсь ситуацию, думаю опять, что надо было бы сделать больше и так далее. Потому что когнитивная составляющая, мысленная составляющая имеет большое значение. и изменить то, как мы думаем, в том числе, означает изменить то, что мы почувствуем в результате и то, что мы с этим будем делать. И еще вот такой вопрос. Вот по поводу, в нашей стране существует такое убеждение у многих людей о том, что со своими проблемами нужно справляться самостоятельно. и когда человеку трудно решиться именно на проработку и на прием к психотерапевту, даже когда он знает, что у него травматическое расстройство серьезно произошло, вот что ему можно такое посоветовать или порекомендовать, чтобы он все-таки смог решиться, несмотря на такое убеждение? Ну да, у нас есть такой миф, и я в таких случаях говорю, ну вот, если у тебя болит зуб, ты что, сам его идешь в гараж, достаешь дрель там и ищешь в интернете, как обезболить зубы, как сделать, как себе поставить пломбу? Нет, конечно, ты идешь к специалисту, потому что ты знаешь, что это потребует гораздо меньше времени и всех остальных ресурсов отдаться в руки специалисту. Так же и здесь. Да, есть соблазн, это, кстати, ложная гордость, что я должен справиться со всем. Бывает такой соблазн, что нет, я должен или должна все это преодолеть самостоятельно, но тогда стоит помнить о той плате, которая следует за этим непродуктивным убеждением. Это потерянное время, это потерянные ресурсы, это недопрожитая радость жизни, которая могла бы быть вновь, которая могла бы вновь вернуться к вам. И, конечно же, это куча нервных клеток, которые просто сожглись в пустую в этих переживаниях. Вот так. Хорошо, благодарю. Так что помните об этом и знаете что, я еще раз напомню, что адекватная профессиональная помощь зачастую на порядке дешевле по всем затратам, чем пытаться справиться с этим самостоятельно. Так что всех благ вам. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok